Добрый день дорогие друзья! Александр Белов, человек-олень прошлого Не Александр Белов, человек-олень прошлого, а человек-олень прошлого Был ли он или не было? Вот о чем вопрос Олени гонка вооружений, напугать, победить соперник и быстро убежать от хищника Такова стратегия, но уже не человек-олень, а просто оленя В общем-то, по моему мнению, бывшие люди встали на четвереньки и превратились в четвероногих животных Это происходило много раз в течение каинозоя И так млекопитающие бывшие люди, тем более четвероногие Ну, так сказать, уж не говоря о двуногих Скелет благородного оленя Вот перед нами скелет бывшего деграданта Мы здесь видим, в общем-то, человеческую основу этого скелета Вот руки, это уже руки человека и ноги человека У оленя все меняется, удлиняется стопа, удлиняется кисть Пясть и плюс нас растаются, образуется, так сказать, единая такая мощная кость Которой крепятся оставшиеся пальцы И так у оленей сохранились третий, четвертый пальцы То есть средний безымянный мизинец И, в общем-то, большой палец рудиментировался совсем То есть его нет ни на ногах, ни на руках И так, в общем-то, люди превращаются в оленей Как это было? Копыты северного оленя, конечно, они приспособлены Для того, чтобы не утонуть в снегу, это понятно В общем-то, все четыре пальца Некая распорка, которая, в общем, позволяет оленю, чавкая по грязи Или по снегу, не тонуть ни в том, ни в другом Вот здесь мы видим удлинившиеся стопы оленя И эти пальцы, вид сзади уже, как говорится Ну вот и здесь средний безымянный мизинец И указательные пальцы остались в виде рудиментарных пальцев Ну, в общем-то, копыт оленя умеют раздвигаться В зависимости от того, какая почва Вот здесь мы видим рука, бывшая человеческая рука Как она превратилась в переднюю конечность оленя Здесь мы видим, в общем-то, локтевая, локтевая и лучевая кость В общем, отчасти они соединились Плечо, лопатка Ну и вот это вот удлинившиеся кисти и пальцы То, что от них остались, то есть они остались, конечно, превратившись в копыта Ну и аналогичная история произошла и с ногами В общем-то, на ноги, на руки не похоже Остались, так сказать, морфологические особенности ног Эти, в общем, морфологические особенности Например, выдающаяся пяточная кость Она, собственно, тоже пригодилась К ней крепятся сухожилия, которые, в общем, передвигать Заставляют олени, вернее, олень заставляет передвигать свои, так сказать, бывшие пятки Очень даже быстро И этим самым двигаются копыта Ну и площадь опоры сократилась Стопы и кистью длинились, бедры и ключи укоротились Олени копытные, а не пальцы ходящие животные Например, как волки Это понятно Почему? Да потому что перед ними стояла задача с места в карьер Удобнее взять старт с места, когда вряд подкрался уже близко Например, с облизубой какой-нибудь смелодон В общем, или компотери, или там еще какая-нибудь кошка В общем, а площадь опоры при этом Тело оленя минимально И, в общем-то, очень даже учуяв издалека В общем-то, попытаться скрыться Такая стратегия оленя-зуба превратилась в обычные зубы Таких травоядных, растительноядных животных Которые перетирают растительный корм Вот эти зубы Мы здесь понимаем, что коронки стачиваются У старых особей Ну, в общем-то, это позволяет им пережевывать жесткий корм Олени жвачные животные Они отрыгивают, опять пережевывают Это понятно И, в общем-то, вся конструкция челюсти Она изменилась в соответствии с задачами Которые стояли перед инволюцией оленей Желудок, в общем, жвачных Вот в том числе и оленей Он состоит из рубца, сетки, книжки и сучуга И здесь мы видим, как, собственно, пища попадая Она курсирует, потом опять отрыгивается в глотку и в рот В ротовую полость, опять пережевывается Опять попадает и так далее В общем-то, курсирует, так сказать По внутри, так сказать, рубца И потом уже, так сказать, попадает через сетку и так далее Движется уже в кишку И, в общем-то, понятно, что, собственно Симбиоты, симбиотические бактерии И, собственно, они помогают, в общем-то, переваривать Достаточно жесткую растительную пищу Целлюлезу Иначе бы не справились эти желудки оленей Ну, что интересно и любопытно Лошади, они тоже, так сказать, под ножным кормом питаются Но, собственно, у них вот такого вот и не наблюдается У них достаточно простой желудок У них нет деления на четыре отдела Как у жвачных То есть, лошади не жвачные животные Это весьма любопытно Говорит о том, что многовариантные, так сказать, особенности инволюции Наблюдались в самых разных животных Ну, от жвачных, в общем, тех, кого мы знаем И еще масса того, кого мы совсем не знаем Чьи скопаемые останки не сохранились Или сохранились в меньшей степени Верхних резцов нет Утеряли Утеряли Вместо них плотный мозолистый валик Который позволяет, так сказать, ням-ням-ням делать Те коренные зубы имеют лунчатое строение Которое способствует перетиранию корма Ну и, конечно, в общем-то, про желудок мы уже все сказали Ну и, как говорят, олени, в общем, совсем на оленьковых не похожи То есть, оленьки совсем из другой оперы И они как раз, в общем-то, инволюционеры прошлого созыва И, собственно, к оленям никакого отношения не имеют Ну, в частности, у них отличие морфологии У них отсутствует в желудке три книжка И в желудке у них, собственно говоря, три отдела Ну и понятно, что симбиоты простейшие В общем, ферментируют целлюлезу С помощью особых, так сказать, мутерпичных бактерий Это тоже весьма понятно и интересно Ну и также особенно, что у луньков и кабаргии На верхней челюсти имеются длинные острые клыки Которые служат для обороны В общем-то, и также, в общем-то, для того, чтобы бороться с соперником Это тоже надо понимать Ну вот, собственно говоря, олени Олени, в общем-то, их отличает то, что, в общем-то, у них украшение самцов на голове рога Это турнирное оружие, вторично-половые признаки И здесь мы видим, в общем-то, появление, в общем-то, рогов оленей В марте, апреле, май, в июне уже, так сказать, в боеготовности В общем-то, самец, и он, собственно, готов сразиться за самку с соперником Ну и понятно, что вот так происходит чистка рогов от бархата То есть от отмерзшей кожи И, в общем-то, они, почему кожа, в общем-то, покрывает эти, так сказать, выросты черепа Потому что, в общем-то, она снабжает их питательными веществами и кислородом Это понятно И вот так вот, собственно говоря, кожа сходит с этих самых рогов У разных видов оленей В общем-то, и вот у лося тоже сходит Ну и, в общем, олени в этот момент чешутся Чешут свои рога и бьют по деревьям Дабы, так сказать, внушить соперникам страх и ужас И бывают всякие казусы В общем-то, понятно, что вот этот олень попал в западню Его рога запутались среди ветвей деревьев Он не смог вырваться И вот здесь следы этих самых, так сказать, в общем-то, многочисленных таких вот повреждений видны В общем, олень пытался выбраться, но не удалось Но также во время стычек бывают другие казусы оленей Переплетаются рогами и уже не могут вырваться из этой западни Побеждает сильнейший был прав Дарвин, но только в этом сегменте В общем-то, вот такие вот олени носят на себе порой подчас голову поверженного противника И питаются, в общем-то, с этой головой И неизвестно, сколько они будут с ней сходить В общем, но ходить известно, сколько, пока у них не отвалится рога А это происходит как раз после гона Но, в общем-то, недолго ходить осталось Рога отвалятся вместе с головой Но с головой уже противника Ну и всякие занятные биологи делают чучело И, в общем, при этом наблюдают, как олень будет бодаться Бодаться с воображаемым или, так сказать, с директивным противником Ну, не все олени бодаются Некоторые еще, так сказать, боксируют, как некие зайцы В общем, это тоже развитые, так сказать, выяснения отношений Также олени рвут Это тоже понятно По голосу знаешь их В общем, у кого более мощный голос, похожий на трубу Тот, собственно, имеет право для, в общем, покрытия самки И понятно, что самая, так сказать, интимная вещь Это роды И олени не начинаются, когда окончательно устанавливается теплая погода В лесах и на полях появляется много свежей растительности В общем, интересно и то, что самка способна задерживать роды Если плохая погода, льют дожди и дожатся морозы Вот это да! Вот это инволюция! Вот, как говорится, почему бы научиться кое-кому Но не будем учиться нам и так хорошо Собственно, лучше оставаться человеком И, в общем-то, олени нам не пример И после того, как олененок, в общем, появляется на свет Он говорит Первым делом тщательно мама его вылизывает И, собственно, он лежит Быстро питается Питается быстро Питательно, но быстро уже ходит Он сразу, он долго не лежит И, в общем-то, в зарослях и больше походит на сливки Это, так сказать, питательное молоко И уже через неделю он гуляет рядом с мамой И бегает, не отставая от взрослых То есть, очень даже быстро идет взросление В период гона сильно выматывает Этого самцов выматывает Они ничего не едят Но при этом много двигаются Ну и, в конце концов, все это заканчивается тем, что рога они сбрасывают Нафиг, они им не нужны В общем, безроги олени, так сказать, освободивших от своих супружеских обязанностей Чувствуют себя вполне, так сказать, в своей тарелке А раньше, как бы, они чувствовали, что над ними, в общем-то, руководил им рог гона Но гон есть гон И рога бывают тоже разные Вот это жирафы, увидите, какие рога необычные у них Это понятно Ну и вот эти жирафы Ну, собственно, а при чем тут жирафы? Ну, рога у оленей тоже бывают разные Вот древние, так сказать, олени От которых эволюционисты намекают Что могли произойти Ну, современные олени На самом деле это не так У них совсем другая морфология Ну и, конечно, совсем по-другому расположены рога Порой этих рогов бывает четыре, а порой даже и пять Ну, вот этого четыре, вот этого пять И плюс еще такие клыки, которые с верхней челюсти толчат, как у неких свиней Что-ли, вниз Ну, а, в общем, на нижней челюсти нет никаких клыков, как у свиней И, собственно, это его отличает, олени, от свиней Ну и многие другие признаки, конечно Вот, а еще один олень такой вот С необычной розеткой рогов, лопаты И понятно, что древнейшие олени Они, собственно, были в миоцене Ну, в несколько десятков миллионов лет Но нет никаких оснований выводить из этих древнейших архаичных оленей Ну, вернее, животных, похожих на оленей Современных оленей, которых мы знаем с вами Которых видели, может, по телевизору, а может, живьем Так сказать, в мушку прицела, что называется В прицел и мушка, и все И, в общем-то, вот так выглядели, в общем-то, древние олени Некоторые из них, Палеомерикс Или просто Палеомеркс Просто, просто друг Ну, вот и так, в общем, пятироговые такие И саблезубые олени ископаемые Конечно, выводить из таких чудовищ современных Ну, просто не отпились же лишние рога И клыки, как говорится И вот такие, и вот такие были Друзья, в общем-то, совершенно с необычными рогами И вот такие, в общем-то, многообразия оленей Древних ископаемых поражают Вот череп оленя Здесь мы видим, помимо, так сказать, клыков Еще необычный вырост на затылочной части черепа И некий такой рог, который, в общем-то, идет сразу в лобной части черепа В общем-то, конечно, не похожий Нельзя, нельзя, дорогие друзья При всем желании выводить из этих чудовищ Ну, условно, чудовищ, потому что мы к ним просто не привыкли А если бы они ходили рядом с нами, как слоны Мы бы давно привыкли И, в общем-то, говорили, что это, так сказать, Шурик Это Катя, это Рита, это Иван Иванович И, в общем-то, мы бы, как бы, в общем-то, к ним бы привыкли Относились бы желательно кормили им хлебом, молоком и конфетами Что, собственно, оленям нельзя И так далее Ну, вот, древние ископаемые олени выглядели так И, в общем-то, многие из них и вот так И вот так И понятно, что они близки были и к жирафам И жирафы близки были к оленям В общем-то, они появились, эти животные, 25 миллионов лет назад У них были разные рога Были и безроги, и совсем безроги И с простыми рогами Они жили небольшими семейными группами И вот, совершенно непонятно, от кого пишут эволюционисты Эволюционисты пишут, заметим Произошел большерогий олень До сих пор не ясно, странно Но палеонтологическим находкам создаётся впечатление Что род большерогих оленей возник 350 тысяч лет назад Как бы сразу В геологическом смысле он во всей Евразии От Ирландии до Японии появился Друг Это как раз говорит о вселении О инвазии была То есть вселение, нашествие Нашествие была оленей с Альфа-Центавра Они прилетели Но это шутка, конечно, дорогие друзья Олени, это уже не шутка Это бывшие люди Они, в общем-то, несколько миллионов лет назад Как и прочие звери современные Образовались в локальных популяциях Одичавших людей Приспособленных к определенному образу жизни И к определенному типу питания И всякие их рога Это, в общем-то, снижает Как говорится, снижает внутривидовую конкуренцию А наоборот, ее не обостряют Потому что рога Это у оленей все И вы обратите внимание на рога гигантского оленя Это просто, так сказать, чудо в перьях Но он не в перьях, а в шерсти Рога составляли вместе с тушкой тела 4 метра Это как бы надо было, так сказать, между деревьев лавировать Чтобы в этих деревьях не застрять Как говорится И то хорошо, чтобы, в общем-то, эти рога Периодически эти большероги олени сбрасывали В общем-то, они жили По другим уже данным 500 тысяч до 10 тысяч они погибли В общем-то, а по другим данным Они уже жили с плеоцена до плеоцена Около 1 миллион лет и так далее В общем-то, данные разнятся И понятно, что ископаемых останков нет И, в общем-то, эволюционистам приходится фантазировать Эволюционировать И, собственно, они пытаются представить дело так Что эти олени потомки древних ископаемых оленей Еще и миоценовой эпохи Плеоценовой На самом деле, это не так Все эти деграданты появились сравнительно недавно Со всякими прочими животными Например, пещерными медведями Соблезубыми кошками Мамонтами Различными носорогами современного типа И, конечно же, волками и лошадями И другими животными Итак, что мы имеем? Мы имеем удивительную историю Вот эти большероги олени В общем, у кого больше рога То ты пан И выхожу я Такое весь в рогах И все падают Ну, такая минута затишья, что называется Итак, демонстративно-гигантские рога Это демонстрация своего приоритетного права на покрытие самки Это ясно Вот выходит он В смысле я с рогами И все падают И, в общем-то, ирландские лось, олени и прочие разные Жили в лесах И, в общем-то, не могли передвигаться И, в общем-то, среди деревьев Ну и не надо И, в общем, предполагалось, что они вымерли В силу расширения лесов По окончании последнего ледникового периода Но потом сказали, что это враки И, в общем-то, олени, большероги Они вымерли не от этого От того, что они не скооперировали с человеком Который появился около 10 тысяч лет Ну и также геологическая катастрофа Голоцена-плеистаценовая Она, собственно, разразилась и погубила многих животных Не только оленей, но и шерстистых носорогов Мамонтов, лошадей в обеих Америках Шерстистых верблюдов Тогда и тогда и тому подобное Мастодонты Мастодонты вымерли гораздо раньше Миллионов на полтора раньше И вот, собственно, этот олень И вот человек, который реконструирует Эта старая фотография Еще дореволюционная Это, в общем-то, реконструкция скелета Большерогового оленя И вот такое, в общем-то, ископаемое семейство Ископаемая группа оленей Обратите внимание, что у них у рога у всех разные По рогам узнаете их, что называется И вот такие зверюги были гигантские И, в общем, зверюг было много И, в общем, они все обитали не менее, в общем, а то и не более одного миллиона лет назад От кого они произошли? Большая загадка для эволюционистов Инволюционисты знают, что они произошли от человека Ну и, собственно, вот еще такие И вот такие И, в общем-то, нет числа зверям Зверюгам большим Но это уже большие лоси Ирландские лоси, так называемые Или, вернее, не лоси ирландские А шарколобые лоси И, в общем-то, они тоже были Эти зверюги И, понятное дело, пугали древних людей А, может быть, не пугали А, может быть, они их приручали И ездили на них, как современные лоси Приручаются легко Есть даже лосиные, в общем-то, фермы И, в общем, их приручают И вполне себе даже очень успешно Ну, кто знает В общем, они были эти вот огромные гиганты Крупнее современного лоси Он сочетал черты лоси и олени И получил название оленяя лось Ну, и ладно, собственно И опять-таки вымерли эти гиганты Около 12 тысяч лет назад Вместе с остальными Мегафауны, мамонтовые, мегафаунтовые Фауны, мегафауны, так сказать, мамонтовые Они вымерли все Ну, и хорошо Потому что вместе с ними вымерли в Америке Еще короткомордые медведи Если они в Америку вообще достигали И, собственно, там были свои гиганты Тоже большие, всякие оленеобразные животные И, в общем, и хорошо, что вымерли Потому что они, в общем, догоняли свою добычу При таких ногах Очень даже быстрые Ужасные волки Из мелодоны вымерли И все это, так сказать, эгомотерии вымерли Все, как говорится, все делается все к лучшему Но что говорят эволюционисты? Они говорят, что олени неравнозначны Это понятно Вот существует семейство Монтажуковое В общем-то, это семейство Оно обитает В Индии, в полуострове Индокитай В Малайском архипелаге На острове Тайвань И в Средней Китай Но, конечно, они не похожи на наших оленей К которым мы привыкли Вы посмотрите на их рога У них крупные, так сказать, эти пенечки Которые не сменяются А совсем небольшие Такие вот эти крючки Которые вырастают И сменяются И отваливаются ежегодно В общем-то, как считают Они близки к древним оленям На самом деле, собственно, они могли появиться Независимым образом Просто И мало того У них также Присутствуют длинные крыки Выдающиеся изо рта В общем-то, они у них есть И вот здесь Вот хохлатый олень Вот, обратите внимание 5-6 сантиметров Этот нехищный Весьма миролюбивый С такой вот челкой Хохолочком Весьма веселым оленек Он, собственно говоря Еще клыками Клыками они дерутся И, в общем-то Потому что у них нет рогов И этими клыками Самцы во время гона Наносят друг другу Значительные раны По черепу И по шее Это понятно Беременность длится около 7 месяцев Малыш рождается обычно Поздней весной и летом Самка приносит одного детеныша Близнецы рождаются редко Половозрелость наступает В возрасте 18 месяцев И вы только подумайте, дорогие друзья 18 месяцев Ребенок человека Ребеночек человека В общем, малыш Младенец Он, собственно Как он себя ведет? Ну, какая половозрелость? Здесь мы видим неотинию Под этим словом В общем-то Биологи подразумевают Личиночное развитие Раннее развитие Половых, так сказать Способностей У ранних, так сказать Эмбриональных форм Ну, я не так сказал Но вы меня поняли Я надеюсь В общем-то Когда личинка Способна оставлять В общем Жизнеспособное Потомство И вот эта личинка Оставляющая Жизнеспособное Потомство Ее называют Неонетической Личинкой И вот, собственно Здесь мы видим Вот этот вот, так сказать Сакральный смысл Того, что олени Они, в общем-то В возрасте 18 месяцев По крайней мере Монтжаки И хохлатые олени Они, собственно говоря Вот вступают В брачный возраст Ну и вот так вот Выглядит череп санца Кабарги Уже тоже близкого К ним, так сказать Рода оленей И здесь мы видим Огромные клыки Огромные Огромедные клыки Это тоже половой признак Вторичный половой Не думаю, что они С помощью этих клыков Будут успешно Защищаться от хищников Скорее всего Они будут выяснять Друг другом отношения Самцы Кто будет в этом году Покрывать самку В общем-то А кто не будет А кто будет довольствоваться Порнографией Наблюдая это со стороны В общем Сплошная порнография Дорогие друзья Череп сапца Кабарги В общем Хоть верьте Хотите не верьте Вот они живут Здесь Это в Азии Они живут И в Восточной Сибири Дальний Восток И Сахалин Понятное дело В общем-то Турнирное оружие Оленей Клыки Рога В этой связи По новому Можно посмотреть На клыки Других животных Например На клыки Обезья В общем-то Зачем им Такие клыки Они тоже Появились Как демонстрацию Угрозы И намерения Тоже снимают Внутри Групповую агрессию Покажешь Улыбнешься Так сказать Незабвенному Сопернику И все Проблемы В общем-то Сами собой Решатся Водяные Водяные олени Они тоже Собственных С клыками Все с клыками Дорогие друзья Олени любят Клыки Но это не те олени К которым мы привыкли Это не наши олени И у этих оленей Не наши рожи Это как раз Говорит о том Что олени Происходили Многократно И их предок Был совсем Не олениобразное Существо Изме Ацена Общий предок Специализированный С орогами И копытами А совсем не копытный И не рогатый И не клыкастый Человек Но дичавший Дикий Потерявший Социальный разум И собственно Приобретенными признаками То есть Трава Трава В лесу Много травы Много листовы Много мха И в общем Этим всем питаться Быстро убегать От противника Мысли не от противников От врагов Хищников От всяких волков И всяких Хищных животных Типа кошек Соболезубых И так далее В общем Это задача оленя Поэтому Все было Целесообразно Изменено Пропорции тела Анатомии Морфологии Человеческого тела Изменялось И вот смотрите Очень любопытно И здесь Водяной олень В общем-то У него беременность Продолжается Около 6 месяцев В июне Родится 1-2 Редко 3-5 Местных олененка Это они сидят Потом в общем-то В густых зарослях Потом их сопровождает мать То есть Очень быстро Идет, так сказать, взросление Опять-таки Это говорит о том Что неотемия Простерла свои Неотемические объятия Над родом Вернее Над семейством И над семейством оленей Подсемейство Над семейством Все они семейства Одна семья На самом деле Они не одна семья И вот благородный олень У него совсем другие рога И совсем другая морда В общем, он ревет И он как бы показывает И этим ревом Метит территорию Что это его территория И санки В общем, сходитесь на мой рев Я вам буду реветь И в общем, буду вам петь И он поет Он поет И в общем, они ревет Это нам кажется, что он ревет И кстати, многие моралы В апельте Они весят больше 300 килограмм И достигают В общем, длина тела Более 2,5 метров А в холке 160 сантиметров В общем, не слабо Не слабо Как говорится В общем, они ревут И пусть ревут Вот они, так сказать Расселились в Европе И Передней Азии А в прошлом Их реал был больше Эти рога Выполняли демонстративную функцию Бодаться ими было удобно И действительно Рога устроены так Что на рогах есть выступы Для лучшего сцепления То есть, это еще раз показывает Что это половой Вторичный половой признак Что он, в общем-то Не приспособлен И предназначен Для борьбы с хищником Что стаи волков Это, так сказать С этими выростами олень Если они его за шкурку Вот за пятку Вот здесь за сухожилие будут Так сказать Есть и перерезать ему Ахеллое сухожилие И, в общем-то Он никуда не убежит А потом истечет кровью И они его съедят В общем, нехорошие волки Это понятно В общем, волки всегда нехорошие Но дело в оленьях В общем-то У кого голос, в общем-то Громче От хриплых до низких протяжных Звуки он производит Напоминающие мычане Тот этот трубный голос В общем-то Тот олень и победитель В общем, даже не надо Сцепляться рогами И мериться силами Толкать друг друга В общем, бодаться Как делают в метро Мужики Некоторые Так сказать Поддав Хорошенечко В общем, бодаться не надо Дорогие друзья Когда вы на матче И даже если Аргентина В общем-то И Бразилия Победили Или наоборот В общем А то можно превратиться Не знамо что А то может быть и в олень И соперники Ставливаясь с рогами Пытаются сбить Сбить ног С друг друга И в общем Так и делают В общем-то Это самое Как говорится Пьянчушки В общем Болельщики Но не наши Американские Всякие нехорошие И более слабые самцы Быстро покидают Поле боя В общем Более слабые самцы Как мы понимаем Которые не способны Ответить И так далее А самцы готовы К размножению В двух-трих летнем возрасте То есть Два-три годика Вы только подумайте Новорожденное Так сказать Создание Ребенок Младенец Совершенно ранее Так сказать Просто дитятка И вот Ну собственно В два-три года Размножается Конечно Это неотенье Продолжительность жизни У леней До 20 лет Но вот именно У этих Благородных Благородных оленей И гортань У них низко расположена В общем Чтобы хорошо реветь В общем До уровня Грудина Опускается Ну и пусть Опускается Их В общем Природные враги Волки Тигры Леопарды Это понятно В общем-то Вот мы здесь Видим Как растут Оленьи Рога У кого больше Этих выростов Тот собственно Может и просто Рога демонстрировать И проверить И в общем-то И не надо Ни с кем сталкиваться Чего с такими Вот сталкиваться Молодняком Ясно Что весовая категория Совсем другая До этих самых Рогов Не очень Так Как говорится В общем-то Возрастные Особенности Оленьих Рогов Они у них Сначала Спички Шпильки Потом побольше И прибавляется И прибавляется Ну и естественно Каждый год Все это сбрасывается И вырастает Еще круче Еще мощнее И вообще Дорогие друзья Как говорится Наша победа В общем-то Наша будет всегда Вот такие вот Оленята Уже с маленькими Спичками В общем Они мечтают Ну и вот такие Вот так вот В общем-то Тяжелый вес Набирают От года в год Ну и конечно К старости Уже рога Не очень растут И в общем-то Избрасываются Быстрее И в общем-то Самцы Они утончаются Рога И в общем-то Старые самцы Которые не готовы Бороться за самку Они как-то Уже уходят На покой На заслуженный отдых На пенсию Уходят И в общем-то Понятное дело Что сам этот Растущий рог Как интересно Он образовался Ведь он Последственно Проходит стадии Свинительной тканой Хрящевой костю А он образовался От того Что бодались А бодались Почему? Потому что Дрались головами А чем еще Драться Если ты на четвереньках Руки заняты И некому Врезать Как говорится В ухо И в общем-то Ясное дело То бодаться Только надо Головой И головой Как бы А вот на голове Эти выростые шишки Это уже экстрим Эмоционально-гормональная Лимбическая система В общем-то Сделала так Как хочет организм А он хотел победить И она снабдила В общем-то Рогатого Сахатого Вернее Не сахатого Сахатый у нас лоси Рогатого Так сказать Рогами И так вот И получилось В общем Роги Рога Стали отрастать И очень даже правильно И вот здесь Вот очень любопытно Что у гибридов Благородного Пятнистого оленя Разобиваются Прямые рога Без отростков Сабли И во время Торнирных боев Не зная об этом Что они гибриды В общем-то Такими рогами Они порой Убивают соперников Что приводит К сокращению особей Гибридной популяции И ее самоуничтожению Это очень опасно И вот здесь Понятно Что это еще Так сказать Способ снятия Внутри групповой Агрессии Что это рога Не только В общем Турнирное оружие Но еще некое Такое Как бы Поединок Должен быть По правилам А если две сабли Торчат То такими саблями Можно насмерть Убить всю популяцию Вообще И уже тогда Не останется Никого Ни болельщиков В общем Которые смотрят Из-за кустов Ни самок Ни маленьких Детенышей Ни самцов Все будут убиты И это очень плохо Поэтому лучше Показывать рога И как говорится Пускать их Кот В крайнем случае Это как говорится Для людей В общем наука Ну и понятно Что есть Разные подсемейства Олени Косоли Например Которые не похожи Вот на тех Которые мы видели С вами Американские Олени Пугливые Ушастые В смысле Не ужасные А ушастые Которые Вот только И слушают Слушают Звуки И вот так вот Водят И водят Какие уши Как у зайца В общем Чтобы слышать И чтобы Подкрадывающийся Хищник Не смог Скушать Это животное Раньше того Что Чем она его найдет В общем-то Обнаружит И убежит В общем Надежда Конечно На ноги В общем-то Траву кушают И надо сказать Что конечно В общем-то Пуду Они тоже Совсем не похожи На оленя Обитают В Южном Чили И вы посмотрите На их ружицы На их размеры На их маленькие ножки Они забираются на деревья Спят в дуплах И так далее В общем-то Они конечно Очень даже Какие-то у них Неправильные ружи Вполне возможно Что это деграданты Прошлого зазыва Оставшиеся В Южной Америке Перешевшие Из Северной Америки В общем-то Они может быть Даже К оленям Особо Так сказать И не имеют К настоящим То есть Не к настоящим А современным Но сказать об этом Какое отношение Они имеют К современным оленям В смысле Не современным А оленям Распространенным В Евразии В Африке И в Новом Свете Довольно трудно В общем-то Вот так вот Такие отношения Какие у них Маленькие ружицы Мордочки Короткие И вообще Как-то они выглядят Как какие-то Маленькие зверьки С этими ушками В общем-то Необычных оленей Немного Африканских оленей И в общем-то Здесь мы видим Северного жителя Палеоарктики Северной Палеоарктики В общем-то Этот олень Очень даже Характерный Северный олень И собственно Этот род Ну и понятно Как говорится В общем-то Известно Что появились Они тоже Совсем недавно Относительно Недавно Несколько миллионов лет назад 2,5 миллионов лет назад В раннем Палеоцене Их остаток То есть Видимо Бывшие люди Именно здесь Был взрыв Видообразования И в общем-то Разные животные Разошлись По экологическим нишам И образовали Новых хищников Новых растительноядных Ирновых Животных Таких Которых мы знаем Как оленей В общем И лохси И история Их распространения Тоже Примерно Приходится На это время В Верхнем Палеоцене 3,5 миллионов лет Впервые Обнаруживаются Их остатки И в общем Совершенно непонятно Кто был их предок А предок их был Как говорится Тот самый Доисторический Человек Необнаруженный В ископаемом состоянии И в общем-то Вот лоси Тут даже Тоже поединки Но рога у них Другие Как мы понимаем Лось Лосью Не товарищ Так они Распространены Евразии В Северной Америке Ареал лося И понятно Что у лосей Своя лосиная Судьба Лосиная В общем-то Ферма Лоси На острове Так сказать В Москве В Подмосковье Она дает Свои плоды Не из лосей Не получится Волк Дорогие друзья Как бы так сказать Мы не старались Вывести какой-то гибрид Волка и лося И вот вы обратите внимание Зубы Зубы предназначены В общем Длинная Вытянутая шея Все как у оленей Но это не обычные олени Это лоси Половой зрелости Самцы достигают К 1-1,5 годам Но в размножении Начинают принимать участие Лишь на третьем году жизни Это понятно В общем 1,5 Ребеночек Полтора года Уже готов размножаться Это уже просто невозможно Вот так вот Происходят изменения В эмбриональном состоянии Человека Развитие эмбриона В общем повторяет Историческое развитие Позвоночного животного От человека Прав Гелл Геккель Эрнст Геккель Выдумавший свой Биогенетический закон Но был прав С точностью Да наоборот В общем Эмбрион Повторяет историческое развитие Позвоночного животного От человека То есть Влезает стадия Взрослого животного В эмбриональное состояние И уже закладки Готовятся к взрослой жизни Чтобы животное Родившись Олененок Или там Лосенок Он был приспособлен К той жизни Которую ведет Взрослое животное Это понятно Поэтому На раннем стадии Эмбрионального развития Уже формируются Адаптивные приспособления Которые будут полезны Взрослому животному Именно поэтому Изменяются Не только Уже Формы Те, которые Жизненно Новорожденные Но и Эмбриональные Формы Вот здесь Мы видим Как изменяется Собственно говоря Животное И этот Лосинок Лосенок В эмбрионе Так сказать Он изменяется И вот мы здесь Видим Ножки Появляются Уже вполне Характерные Для лосей Короткие Спички Ножки Которые Потом Превращаются В лосиные Ножки И так далее И так далее И там подобное И вот здесь Браконьер Убил Самку Беременную С двумя В общем-то Новорожденными Новорожденными Эмбрионными Плодами В общем-то Лоси Здесь мы видим Конечно Вот как Выглядят Эти вот Лоси Это что-то Такое Необычное И вот кисти Рок у них Мы видим Здесь вот В общем-то Эти Плечи Вот предплечья Вот это вот Запястья у них Эти длинные Достаточно Шеи Ну и мордочка Достаточно Короткая Для лосей Вот новорожденный Лосенок Передвигается На неуверенной Поступе На своих ногах Вот мать Лосиха С лосятами Но это уже Годовалый Лось Забрел В город И в общем-то Погиб В городе И вы смотрите Какая тушка Большая В общем Жалко лося Конечно Но Вот такой За год Вы вымахал Посмотрите Какой был Маленький Маленький А вымахал Так сказать Большой Большой Вот так А в общем У лосей Продолжение 22 года Самый расцвет Творческих сил А уже пора умирать Дорогие друзья Вот так Вот широколубая лось Среднеплистоценовый Вид лосей Прямой предок Современного лося Пишут В общем Эволюционисты Мог быть и так А мог быть и не так Огромный гигант Из среднего Плестоцена Полодила Современный лось Лосей И в общем Современный лось Появился в конце Среднего плестоцена 300-100 тысяч лет назад Существовало Без видовых изменений До сих пор По крайней мере Лоси 300 тысяч лет Топчут нашу Так сказать Тайгу И в общем Кушают грибы Мухоморы И в общем-то В общем Они кору И всякой Так сказать И не боятся А то и боятся Охотников И волков Им наплевать Они убегают Но иногда И в общем-то Становятся Жертвой стаи волков Потому что Не могут им противостоять Особенно Когда глубокий снег И лось завяз В глубоком снегу А волки хитрые Они выгоняют его Как раз В этот глубокий снег И вот как считают Колымская форма Лоси Гигант Она больше Ближе К вот этому Широколобому Гиганту О котором мы говорили И собственно Европейские лоси Они конечно Помельчали И стади слабыми В общем Европа Всегда Всегда В общем Мельчала Как говорится Морально Этически И в общем Становилась Каким-то Так сказать Отщепенцами От нашей Сибири А Сибири Земля русская Только прирастала Она прирастала Оленями и лосями И так В общем-то Оленьки Которые не имеют Никакого отношения К оленям Они появились Около Пятидесяти Миллионов Лет назад Только вздумайтесь В это В общем Оленьки Они получили Развитие В миоцене Но в общем-то Пятьдесят миллионов Наверное Эволюционисты Хватили Надо разбираться Скорее всего Конечно Десятка миллион лет Может быть Два десятка Миллион лет Миоцен Который начался Двадцать пять Миллионов лет Назад В общем-то Они вполне Могли сохраниться Эти живые Ископаемые До которых Не добрались Настоящие олени Но если бы Они добрались До них Например До Иванского Вот этого Кончилы В общем-то От него Мало что осталось Но он спрятался На острове И туда Не пробрались Настоящие И не только Настоящие Современные Олени В общем Ну какие Ножки Спички В общем Живет в дуплах И так далее Ну и он туда же У них клыки В общем клыки Которые торчат У них Из верхней челюсти Вот водяной Кленек Тоже Африканский оленек Тоже сохранился В лесах Так сказать Сохранился Очень пугливое Такое В зарослях Прячется под корнями В дуплых Деревьях Невсоко от земли И на поиски Выходит ночью Чтобы его не съели В общем-то Вот так вот В этих Убежищах Естественных Сохранился И пережил всех Десятки миллионов лет Так сказать Но никакого отношения К современным Деградантам Оленям Он конечно Не имеет В общем Этот деградант Тоже деградант Но деградант Прошлого созыва Не такой Как вот этот Благородный Так сказать Рыцарь Без страха И упрека Ну олени бывают Разные Мы всех их не будем Смотреть Как говорится Индийский Замбар И так далее И в общем-то Свиной олени Не то чтобы Свинья Но в общем-то Как говорится Любит Так сказать Воду Ну и пусть любит Поэтому Собственно Нам Что важно Понять Предки Наиболее ранние Представители Семейства Были безрогие Как говорят Волюционисты На самом деле Они конечно Были безрогие Но были они Безрогие люди Всего доброго До свидания